Хотелось бы лучше понять, чем отличается жалость от сострадания, поскольку в большом толковом словаре эти слова — синонимы. Когда мы испытываем жалость, то надо задать вопрос и честно ответить на него. А кого нам жалко? Себя нам жалко или нам жалко человека? Очень часто вид чужих страданий оставляет у нас очень неприятный осадок, и нам хочется заслониться от этого вида чужих страданий и какими-то формальными способами так или иначе и облегчить страдания другому человеку, только чтобы мы не смотрели на его мучения. В жалости есть этот эгоистический оттенок, хотя, конечно же, в обычном языке мы употребляем эти два слова как синонимы, но сострадание — это когда я становлюсь на позицию другого человека и я смотрю на всю эту ситуацию с точки зрения другого человека, не со своей эгоистической точки зрения. Жалость — я остаюсь с самим собой, и мне неприятно, мне хочется быть счастливым, мне хочется убрать эти неприятные эмоции. Я делаю что-то, исходя из этого, чтобы восстановить некое радостное, счастливое состояние, которого мы все так хотим. В этом отличие жалости от сострадания. А сострадание — это когда я действительно принимаю какую-то часть страдания другого человека на себя. На санскрите это называется «анукампом». Буквально это значит содрожание. Я начинаю дрожать в такт с ним, то есть принимаю его чувства и переживаю его чувства. Жалость — это чисто моя эмоциональная реакция на чужие страдания.